Саша, расскажи, вот сегодня вам удалось переломить игру, все-таки переломить серию, как настраивались, что говорил тренер, что происходило в раздевалке? Настрой обычный, такой же, всегда на победу, ну куда уже ступать некуда, счет 0 серии, 0-2 был, тем более играем дома при трибунах полных, поддержка просто колоссальная, поэтому мы не имели права сегодня проигрывать. Есть ли какие-то определенные игроки СК-1946, которых вам сказали, ну грубо говоря, ликвидировать, перекрыть, закрыть? Нет, такого здания не было, мы играем по своему заданию, пускай они под нас подстраиваются, они мы под них. Жень, ну все-таки удалось одну игру вытянуть, завтра, наверное, будете настраиваться на тот же результат, как получилось, что сделали, что тренер сказал в раздевалке, рассказывай. Все, что говорится в раздевалке, остается в раздевалке, да и на самом деле мы просто выполняли тренерскую установку, все получилось, так же, как и в Питере играли. В Питере нам немножко не повезло, здесь повезло. Все равно были какие-то ошибки в обороне и небольшая суматоха в первом и втором периоде, но после булита, наверное, был перелом в игре. Вот назовешь ли ты это переломным моментом, либо, может быть, каким-то другим, считаешь? Ну, на самом деле, мне кажется, это был переломный момент для СКА, психологически, я не знаю. Ну, в конце, сами видели, какая игра была, последние две минуты, наверное, самые сложные в моей жизни были. Или еще сложнее было, я уверена, в КХЛ. Скажи, как ты оценишь соперника сегодня, сейчас, ведь нервы-то вы им уже потрепали, что скажешь? Соперник, на самом деле, сильный, хороший, интересно с такими соперниками играть. Ну, думаю, дальше будет еще сложнее. Ну, все, силовую, они ни в чем не уступают, пытаются играть первым номером. Мы тоже не хотим.